Хой-якерри – уход в домашних условиях. Хой-якерра – цветок для влюбленных. Листочки этой удивительной лианы в форме сердечка, готовая валентинка в горшке. Именно так ее и продают в Европе в канун праздника всех влюбленных. Как выглядит и к какому семейству относится. Тропическая лиана рода Хойя живет в Таиланде. В дикой природе она растет в качестве эпифита на деревьях. Лея она достигает в длину до 10 метров, покрываясь мясистыми листиками сердцевидной формы. Цветение в виде зонтиков мелких светлых цветов звездочек. Цветочек валентинка по окрасу листвы Хойя сердечком насчитывает несколько подвидов. Спотэт левес листики имеет желтые вкрапления. По всей поверхности Хойя варьегота в центре листовой пластины располагается обесцвеченное варьеготное пятно – алба марджината. Окрас листьев этого вида отличается белой каймой, спот-центр листика имеет удлиненную форму и пестрые пятна на поверхности. Важно! Листья лианы содержат роксины, слабые, лучше держать растения подальше от детей и домашних животных. Уход в домашних условиях. Тропическая красавица предпочитает условия ее родины и, как и любая ляна, любит простор, много света и влажный воздух. Уход за Хойя керей в домашних условиях должен быть правильный. Температура растения может переносить жаркие летние дни при условии повышенной влажности воздуха. А вот снижение температуры для мясистых листиков закончится трагедией. Тропические цветы не приспособлены к низким температурам. Оптимальные условия летом 18-23 градуса Цельсия, зимой 18-20 градусов Цельсия, не ниже 16 градусов Цельсия. Освещение сочные листья Хойя боятся прямых солнечных лучей и палящего солнца. Но обильное освещение для нее необходимо. Отлично будет себя чувствовать на западных окнах. Важно! Обильный рассеянный свет способствует цветению и активному росту. Полив поливать нужно только сухую почву, корни очень чувствительны к застой влаги. В летнее время достаточно будет одного раза в неделю теплой и отстойной водой. В зимнее время полив сокращается в два раза. Отрегулировать режим полива сможет помочь само Хойя. Если листва становится вялой, избыток полива, сморченная листва – сигнал недостатка воды. Опрыскивание Эльгзот любит опрыскивание и душ. Один раз в неделю можно побаловать растения водными процедурами. Влажность к влажности требования только при повышенной температуре, то есть весь летний период. Дополнительное опрыскивание решает проблему и Хойя будет чувствовать себя хорошо. Помимо влажности цветку необходимо ежедневное проветривание помещения, в котором оно живет. Грумпачво смесь должна быть рыхлой и питательной. Для питания в торф добавляют перегной дерновую землю, а рыхлости добавят песок, кора и древесная зола. Под кормки к удобрению нужно относиться очень осторожно. Внесение прикормок нужно только в период цветения лианы не чаще одного раза в месяц. Подойдет удобрение для цветущих суккулентов. Здоровый вид и цветение – показатель правильного ухода. Особенности выращивания в открытом грунте. В открытом грунте Хойя Керра способна расти только на своей родине, в Австралии, на юге Азии. В условиях климата России лиана в открытом грунте расти не будет. Перепады температуры неприветливые погодные условия холодных сезонов погубят цветок. Цветение. При правильном уходе Керри может порадовать своим необычным цветением. Пучки мелких звездочек на длинных цветоносах усеивают всю длину лианы. Цветочки бывают светло-желтые, салатовые, нежно-розовые. Прицветники часто другого цвета, контрастного, либо на тон светлее. Интересно знать. Во время цветения выделяется сок, который в капец цветов расставляет липкие пятна. Цветение начинается весной и продолжается до поздней осени. Отсветшие зонтики срезать не нужно, на них появятся новые цветочки. Цветковый запах специфический, приторный, необычный. Соцветия хуи во время цветения важно вносить прикорм для подпитки лианы, не убирать растение с привычного места его роста, сократить полив, сократить опрыскивание, исключить скупание. Важно знать. Избыток воды во время цветения может стать причиной сброса бутонов. Обрезка. Данная процедура не пойдет на пользу тропическому экзоту. Обрезает лиану только во время болезни, либо для размножения. Как размножается, размножить керри можно несколькими способами. Но молодое растение после укоренения цвести будет не сразу. Семенами и семенами в домашних условиях вырастить растение очень сложно. Ухаживать за всходами нужно в тепличных условиях. Да и семена этого экзота – большая редкость. Черенками черенкование – распространенный эффективный метод. Черенок нужен молодой, который никогда не цвел. Можно ставить в воду, либо сразу укоренять в смесь ореска и торфа. На появление корешков может уйти более месяца. Важно! Новое растение пойдет в цвет только спустя 4 года. Укорение листа листики укореняют в землю, а вот вероятность успешного укорения меньше, чем в череночном способе. Размножение листиками требует еще большего терпения. Листик пускает корешки, а следом появляется новый побег. Укоренение листиков используется в качестве подарка на праздники. Другие способы от водками можно быстро получить. Взрослые растения, способные зацвести спустя год после отделения от материнского. Воздушные корешки на стеблях лианы быстро начинают расти во влажном и питательном грунте. А материнское растение продолжает подпитывать молодой стебель. Пересадка. Купленное растение нуждается в пересадке уже через 2 недели. Молодой требует ежегодной смены грунта, а взрослый цветок один раз в 2-3 года. Для пересадки нужен небольшой горшок с хорошим дренажным слоем. Застой влаги погубит корни. Также желательно прокалить горшок для цветка. Смесь почвы для пересадки. Перегной. Дерновая земля. Торф. Песок. Корни хуи очень нежны. Важно не повредить их во время пересадки. Старую почву сильно отделять от корней не нужно. Важно. Пересадку следует проводить в начале весны после пробуждения цветка. Вредители и проблемы выращивания. Проблемы при выращивании хуи связаны с неправильным уходом за ней. Избыток влаги и полив холодной водой станет причиной изогнивания корней, листьев и стеблей лианы. Прямые солнечные лучи оставят ожоги на нежной зелени. Смена места при цветении будет причиной опадания бутонов. Вредители и избыток сухого воздуха являются рассадником вредителей. Хуи может стать домом для клещей, щитовки, мучнистого червеца, белокрылки. Убрать вредителей можно с помощью души и мыльной воды. Хозяйственное мыло. При более серьезном повреждении следует обработать специальными средствами. Красавица Хуи – необычный и интересный фитодрук. Красивые сердечки, листики, эффектное цветение и длинные плети этой экзотической лианы помогут создать в доме райский уголок.